Друзья, в эту пятницу наша планета в очередной раз отметит Международный День Детей. И так уж совпало то, что матч против футбольного клуба Минск мы также проведем в эту пятницу. Многие наши болельщики могли заметить на афишах Владимира Хвощинского. Это не случайно, ведь Вове еще нет 30, а он уже отец троих детей. Именно по этому поводу очередной выпуск программы «На коротке» мы посвящаем нашему нападающему, а точнее его семье. Знакомимся, друзья. Поехали! Первый вопрос. Как познакомились? Ну, в школе учились вместе с шестого класса, или седьмого, не помню. Катя перешла в другую школу. Познакомились, так все закрутилось, завертелось. Вот до сих пор вместе живем. Сколько лет уже вместе? Девять лет будет выиграть раки. После рождения дочки. Первый ребенок все-таки, ты еще молодой был. Ну да, был очень молодой, так что, честно сказать, особо не осознал, что такое дети, что это такое счастье большое. Потом чуть-чуть, когда уже подрос, годом 24, начал понимать, что дети – это самое главное в жизни, ради чего, я думаю, стоит жить. Все для них все равно делается. Где ты был, когда тебе позвонили, сказали, что у тебя дочка родилась? ГАИ. Да, да, точно, помню. Я сдавал ГАИ, вождение. Я уже отъездил, мне сказали, что я сдал. Я сидел сзади, но на заднем сидении, ждал, пока другие тоже будут сдавать. Сидел и мне позвонили, сразу обрадовался, помню, вышел. Ну, поехал домой, всем звонить, рассказывать. Катя, как считаешь, после рождения дочки Вова как-то поменялся? Да, стал более ответственным. А до этого каким был? Хорошим. После рождения Роберта, опять-таки, второй ребенок. Ну, это более осознанный шаг был, да? Ну, я же говорю, уже повзрослели, уже понимали, что такое дети. На ее опыте научились, уже она взрослая была. Получается, ей уже 5 лет было. Уже все это прошли, понимали, что нас будет ждать, что все это заново, что тоже не будешь спать, что больше времени все равно детям они занимают, у них надо уход, смотреть, это, ну... У кого есть дети, они понимают, что это тоже нелегко, это тоже с собой труд. Как вот приходится переживать такие моменты, допустим, когда команда проиграла? Вова приходит домой грустный, злой. Как семья переживает? Ну, переживаем, стараемся его вначале не трогать, а потом чуть успокаивается, и все. И все хорошо становится. Как дочурка переживает такие моменты? Вот приходит папа злой после футбола. Что ты вот делаешь, что ты ему говоришь? Ну, хорошо. Ну вот недавно, недавно папа играл с Батте, команда не выиграла. Что ты папе говорила после матча? Когда мы приехали домой, после футбола, я сначала его не трогала, а потом попросила включить пультики. Папа с тобой в футбол играет? Да. Да? Я воротарь, а он бьет по воротам. Забивает часто? Нет? Как так? Эти ворота маленькие, она на двери стоит. Нет, на двери стоит, и он такой, когда высоко бьет. И между ног. И между ног. Ты что плачешь все время, когда высоко бьет? Ага. Блин. Да. Не разрешает высоко бить, потому что не достает, и все ходят, и перестает играть все время. А Роберт? Роберт тоже на этих же воротах в двери стоит. Сейчас уже новые ворота есть, подарили. Так стоит на футбольных мячах специально маленьких. Футбол играешь дома? Тебе еще и пока нету 30, но у тебя уже трое детей. В принципе, в футболе не часто встречаются многодетные отцы, а ты уже в 30 лет добился такого результата. Это действительно круто. Вот расскажи, каково это тебе? Да, как бы я же говорю, уже привык. Ну, на опыте Даши, говорю, все, мы научились уже. Только что в команде вот шутят. Саня на йог все, говорит. Трое-трое, говорит, ну, успокойся уже. Все шутят. Ну, шутят, говорит, до штанги дотронешься. Так сейчас, говорит, еще один ворота вырастут. То, что, ну... Ну, не считаю. Ну, как получилось. Ну, пуг дал троих, значит. Я думаю, пока хватит. Пока лучше не планирую. Ну, стоит ничего загадывать, посмотрим. Катя, а насколько тебе тяжело? Все-таки Вова часто не бывает дома. Часто выездные матчи, иногда далеко уезжает. Насколько тяжело? С тремя. Тяжело. Ну, как-то... Поздравляюсь, конечно, ничего не скажешь. Но... Рок не хватает. Когда Вова дома, конечно, очень легко. Кажется, свои обязанности. Какие обязанности у Вова? Ну, Вова по утрам заводит в садик Роберта. Забирает его с садика. Вот. И дома помогает. Патя падает. Я занимаюсь маленькой. Ну, а памперсы Вова всегда сам менял? Нет? Как такой вот вопрос? Менял. Если надо, менял. Да. Не влезбол. Какой папа дома, расскажи? Как он себя ведет? Открой нам маленькую тайну. Что, нет, у меня тут. Ну, мы... Ой-ой-ой-ой. Гулять с тобой часто? Он гуляет с Робертом. Я гуляю одна. Большая... На велике катается сейчас все время. Я... Когда он приходит с футбола, с какой-нибудь игры, он постоянно спидит. Два часа. Из тренировки. Бл-бл-бл-бл. Да. Бл-бл-бл. Папе-мука. Потом идет за Робертом. И мы дома там либо играем, либо едем какой-нибудь погасить. Какая у вас самая любимая игра? Папе-мука. Наверное, когда мы бьем поворот. Когда Вова забивает голы и посвящает их тебе, что ты чувствуешь? Очень приятно. В частности, было недавно. Недавно случайно. Недавно случайно там Даша на трибунах сидела. Ну, с дедушкой я к ним побежал. А так помню, раньше на тракторе я еще за Минск тоже играл. Между... Да, да. Очень приятно. Все сразу обращают внимание. Кому, кому, кому. Ну, кто знает. Себя, Дарья, Катя, до тебе. Какую-нибудь смешную историю можешь вспомнить вот именно относительно Вовы и детей ваших? А! Спорю. Я знаю. Когда... Когда папа уронил свой телефон первый в твоей... Так будет не важно. Да, это не я уронил. Так будет не важно. Ну, это расскажи. Папа! Расскажи, как было. Я спал. Роберт зацик. Я, короче, спал. Папа! А Роберт у нас все время, ну, любит тоже Ютуб. Мы ему не разрешаем. Папа! Папа! Что? Папа, ты ножка? Да, да, молодец. Садись. Ночкой. Ну, мы ему Ютуб тоже не разрешаем особо. В телефоне сидим, ему очень нравится. Все время тоже телефон, ну, как бы, старается где-нибудь урвать, вырвать. Так, получается, я спал тоже днем. И он забрал у меня телефон мой, ну, еще старый. И монетаз выкинул. И смыть хотел, но не успел. Ну, все, телефон пришлось снова покупать. Вот это, я думаю, одна из самых смешных, что сделано. На нас, но его через телефон еще лежит. Как ты сам ходил ребенком на футбол в Бресте, правда? Ходил, помню, да, с папой ходил на футбол. Там это стояла еще только одна трибуна маленькая. Ничего не было. Ничего не было, никаких аттракционов детских, ничего. Только там хот-доги, может, какие-то или булочки продавали, палатку. Ну, стадион заполнялся. Ну, сидел, помню, сидел с мужиками. Мы с обычными матерились все. Ну, и запомнил. Может, там где-то и набрался тоже матов. Потом по дворе еще бегал, ругался все время. Ну, всем нравилось. Ходили, заполнялся постоянно стадион. Это маленькая трибуна, не хватало мест. С другой стороны сидели даже на скуле. Так что, я считаю, дело все равно как бы в любви футбол. Если ты любишь футбол, ты придешь на стадион. Я на флот.